Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Юбилейный веломарафон 150 км за 24 часа. В районе 10 часов здесь соберется порядка 100 человек, и мы организованно двинемся в сторону леса. Управление по делам ГОИЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 645 сообщений. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 122 социальных обязательства и почти 9 миллиардов рублей на их выполнение. Это главная задача бюджета Смоленской области на 2020 год. Проект документов в Смоленской областной думе обсудил Комитет по социальной политике. При этом отмечено, что бюджет разработан с учетом всех социальных гарантий для населения Смоленщины. Самый большой дельный вес будут иметь расходы на образование и здравоохранение. Значительные средства будут направлены на выплаты ветеранам и субсидии по ЖКХ. 500 миллионов потребуется на региональный материнский капитал. Больше 3 миллиардов рублей будет направлено на субсидии муниципальным образованием. Депутаты отмечают, что такая помощь муниципалитетам весьма существенна. Соревнования на выносливость в очередной раз прошли в Атомграде. Уже традиционный веломарафон привлек 60 участников, которые были готовы проверить себя на дистанции до 150 километров. Подробности далее. В подготовке пятого юбилейного веломарафона приняли участие десятки волонтеров-сотрудников Смоленской АЭС. Они же подготовили маршрут трассы. Участникам предстояло преодолеть десятки километров по живописным окрестностям Десногорска. Буквально 2 километра нужно проехать по асфальтной дороге, и мы сворачиваем на грунтовку. И по грунтовке, по лесам, по аллеям, естественно, по отмаркированной трассе мы едем до святого источника. Таким был полукруг длиной в 15 километров. Всего же участникам предлагалось проехать 60, 90, 120 и 150 километров в зависимости от уровня подготовки и личного настроя. Сегодня специально приехала. Это домашний марафон, домашнее мероприятие, которое организуется по этим всем маршрутам, которым мы все детство катались. Это здорово, это ностальгия, это интересно. Участниками веломарафона стали спортсмены из городов Смоленской области, а также из Москвы. На контрольных точках дистанции для них были организованы места для отдыха. Там же можно было устранить неполадки с велосипедом и просто набраться сил. Очень спортивная атмосфера, и я уже не первый год участвую, уже четвертый первый раз. Это было прямо на самый-самый первый марафон. Я ездила со своей подругой, и мне очень понравилось, потому что, ну, хоть трассы и сложные, но, тем не менее, очень весело получается. Марафон закончился благополучно и без происшествий. Все победители и призеры получили кубки и подарки от Смоленской АЭС. Но главный подарок, отличное настроение и заряд бодрости достался абсолютно всем. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Предугадать потребность экономики Смоленщины в трудовых ресурсах удалось на заседании Координационного комитета содействия занятости населения. Прогноз был сделан на ближайшие семь лет благодаря автоматизированной системе, куда заносятся данные по всем экономическим показателям. Рынку труда, демографии, перечню предстоящих инвестиционных проектов. Так стало известно, что в Смоленской области будут требоваться сотрудники в сфере логистики, питания, сельском хозяйстве и других областей. С учетом этих данных планируется скорректировать программы среднего специального образования. Благодаря этому есть возможность подготовить профильных специалистов к ожидаемому кадровому дефициту. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда привлекались для проведения работы. По оказанию помощи скорой четыре раза, по вскрытию дверей два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 645 сообщений, из них 192 ложных. Поступило и отработано 11 просьб от населения. Губернатор Смоленской области укрепил свои позиции в рейтинге губернаторов России. Глава Смоленщины разместился на 38-м месте среди 85 глав регионов. В октябре на рейтинг губернаторов оказали влияние мероприятия с участием первых лиц государства, международные форумы, деятельность по привлечению инвестиций, финансовая поддержка регионов. Алексей Островский успешно проявил себя в этих направлениях и обеспечил себе расположение в группе губернаторов, имеющих сильное влияние. А в первой тройке рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент республики Татарстан Рустам Мениханов. 1 ноября сотни тысяч людей по всей России приняли участие в этнографическом диктанте. Мероприятие позволяет оценить уровень знания о культуре и народностях, которые живут на территории России. Подробности далее. Просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты решили, по аналогии с тотальным диктантом по русскому языку, провести ревизию знаний по этнографии. Интересное мероприятие прижилось и стало ежегодным. Очередное такое событие прошло 1 ноября. Ровно в 11 часов во всех регионах России тысячи людей приступили к списку вопросов большого этнографического диктанта. Десногорским местом для проведения события стала Центральная библиотека. Проверить свои знания решили 40 горожан. На это у них было 45 минут. В анкете 30 вопросов. Все они о культуре и обычаях разных народов, которые живут на территории России. И благодаря этому диктанту можно ближе познакомиться с каждым из них. В Смоленской области такое мероприятие проходит во второй раз. А Десногорск присоединился к этой акции впервые. Инициаторами этого стала администрация муниципалитета. Но не только получением новых знаний полезно это мероприятие. По мнению организаторов, оно также способствует укреплению согласия, межритнического мира и национального единства народов Российской Федерации. Десногорск – межнациональный город. И, конечно, десногорцам, я думаю, в первую очередь интереснее узнавать о своих соседях как можно больше. А диктант как раз способствует проявлению межнациональных интересов. Правильные ответы участники акции узнают уже совсем скоро. 10 ноября они появятся на сайте Большого этнографического диктанта. По Смоленской области продолжают фиксироваться случаи заражения бешенством. Заболевание в этом году выявлено в 11 районах области. При этом подавляющее большинство случаев подтвердилось лабораторно. А болезни подверглись как дикие, так и домашние животные. Половина из числа зараженных приходится на лисиц и енотовидных собак. Из-за контакта с ними страдают и домашние питомцы. В первую очередь это собаки. Роспотребнадзор напоминает, что в случае изменения поведения животного необходимо срочно обратиться в ветеринарную службу. В конце выпуска о погоде. 8 ноября в Десногорске пасмурно возможен дождь. Температура днем плюс 10, ночью плюс 5. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин